Канун Нового года в Ульяновске подвели итоги благотворительной акции «Елка желаний». Малыши региона из многодетных, опекунских и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, в это утро стали еще немного счастливее. Для них сегодня устроили настоящий праздник со сказочными героями, танцами и подарками. Это приносит радость. Радость для ребенка – это, по-моему, превыше всего. Хотим сказать большое-большое спасибо за этот чудесный праздник, за поддержку семей и поздравить всех с наступающим Новым годом. Поздравить семьи с наступающим Новым годом пришли Дед Мороз и Снегурочка и их помощники из правительства Ульяновской области, которые исполнили самые заветные детские мечты. Велосипеды, куклы, коньки, лыжи, конструктор и другие подарки сегодня увезут с собой маленькие мечтатели. Мечта всегда должна быть. Конечно, какие-то разделы своей мечты мы реализуем, но все равно впереди должно еще быть дальше. То есть, как только достигаешь чего-то, появляется дальнейшая грань. И хорошо, что в реализации мечты есть коллеги, есть друзья, которые помогают это осуществить. Осуществить эти желания почти ничего не стоит. Пока это всего лишь куклы и книги. Но уже вскоре они начнут мечтать о большем. Так, например, мечты детей-сирот сегодня тоже были исполнены. Только они уже гораздо весомее. В рамках социальной программы по улучшению жилищных условий жителей региона в стенах Спасского женского монастыря 20 бывших воспитанников детских домов стали обладателями новых квартир. На следующий год еще порядка 180 таких же, как вы, мальчишек, девушек, юношек, девушек получат ключи. Согласитесь, 200 почти таких вот счастливых людей. И это здорово. Екатерина из Димитровграда мечтала о своем жилье уже давно. Еще в 15 лет девушка встала на очередь. Но спустя 6 лет, когда ее очередь подошла, девушка не могла поверить в реальность происходящего. Признается, что самое приятное, что многие ребята, с которыми вместе росли в детском доме, теперь станут еще и соседями. На самом деле, пока я этого не представляю, потому что расти росли мы вместе, да, конечно. Но пусть все равно разошлись уже. Я четвертый курс университета в Ульяновске. Как бы ребят тоже, кто где учится. И вот это как заново считай. Теперь у Екатерины новая мечта. Но ее она собирается осуществить самостоятельно. Девушка подбирает мебель в новую квартиру и выбирает, что купить в первую очередь – диван или холодильник. Кристина Жакот, Юрий Конехин. Новости Ульяновской правды. Новости Ульяновской правды.